здравствуйте дорогие друзья 1 января 2019 года и солнце в анапе сегодня нас радует такой подарок всем анапчанам и гостям города на новый год ну что пойдем говорить какой кадр выбросить хорошо вообще ночью такой туман был да вообще ничего видно небо чистейшее солнце ясное теплое и оставаться дома конечно такую погоду нельзя вот нас мама всех снарядила и вывела вывела на эту замечательную прогулку мы с машей довольны маша снимает свой репортаж а может вот так вот все таки пройдем до верхней набережной пройдем наискосок от летней эстрады просто так по дорожке пройдем 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 и назад уже так на море сейчас все просто все на променаде да я думаю сегодня много до людей вышло вышла на улицу гулять ну столько людей на новый год именно приехали на море очень многие конечно такой подарок приехать и хорошая погода можно прогуляться и посмотреть на море и выйти может быть даже в море покататься на корабле тут здорово на театральную пойдем или нет нет там шумно будет наверняка хорошо мы мимо и в стороне оставим театральную там только людей от людей уворачиваться вот сейчас туда раз вот так сразу летние эстрады и все вон на гурького кучу буру это барабан стоит смотри часы часы сделаны у нас же тоже немножко что-то украшали мы конечно не москва давай я понесу ну смешно давай машка поесть они светлые цифры так ломили ваши сразу социальные аспекты кто-то там отломил да у меня съемка непрерывная кто-то вон елку несет а вот кто-то елку несет за плечами да если думать про рождество то как раз самое время приносить елки в храм их тоже берут вот уже это сейчас сам птичек кормит в зоопарке аншлаг угу хорошо дышится так легко свободно после вчера после дождей после всех туманов после такого шторма у вас птичек нет не курим где человек должен спичек купить плохо им не у него у него довольный вид в общем да у него счастливый вид только спичек вот не хватает да давай у меня получается ну посмотрим посмотрим мне тут всегда нравится правда кошки отсюда ушли ну как вот видишь где-то кошки да а тут раньше были кошки летом-то они тут постоянно о, можно записывать Лена Геннадьевна такой ехать на туру да она вообще практически она все залито солнцем интересная компания вон там идет мужчина несет упакованную в сетку елки в шоколку кто-то там с ушками зайчика и в шапочке в красной санта-клауса видишь Машка говорит они сюда вот на пленэр выходили Елена Геннадьевна говорю это же хорошо что детям можно выйти на пленэр вот в двух шагах от школы вышла села не куда-то тащиться по буеракам по каким-то колдобинам и оврагам а вот рядышком и все и рисовать есть что худо-бедно все равно детям хватит на пленэры репортер я нашла я нашла готов там их целый двор целый двор шарайбикус шарайбикус что такое шарайбикус репортер что я шарайбикус вкус мариторинку мариторинку уважаемые гости города города Анапа приглашаем вас посетить фильм в России новый креативный океаналь учителя соорудового формата это снимок представлена флора и вална от мирового океана живые рифы кораллы малюсней ежи звезды акулы мурины кранатки Маша побежала снимать пушки мы у русских ворот все дети со своими активностями уже запрыгнули на ролики самокаты велосипеды и побежали уже заниматься делом поэтому нет нужды здесь в булочи допустим когда слонятся по квартире потому что родители уже все родители должны ехать до аду пахнет как можжевельником видишь продают можжевеловые подушки вон там возле креста живые вон там вон там вон там вон там вон там уже вот утром навалили по новой а так все как будто все как будто как будто смысл Потому что они по этим пандусам взлетают. А на коляске по нему прям заедут. Вот сейчас они будут вдвоем затолкают ее. Вот посмотрим сейчас они как. С усилием. Да, женщина вкатывает коляску с усилием. С заметным усилием, да. Так это еще женщина молодая, здоровая. Пойдем туда или сразу? На набережную. Надо снимем сверху немножко вид. Люди хотят посмотреть. Маша, веревочку на руках. Веревочка на руках. О, смотри, как он тут. Он не стал. Не стал. Он так мне понравился, как он заезжал. Я по нему так... Что это за шоколад? Он для кого это делается. Это вот для них делается. А если на инвалидной коляске тут заедут? Невозможно. Вот посадить тебя в инвалидное кресло, и я тебя не запихаю. Я не запихаю. Нет. Саша, ты вот так смотришь. Не, я ничего не говорю. А он у Тамары, Андрей. Тамара покрупнее меня. Она его всю жизнь таскает, да? Да. А Андрей-то, наверное, с тебя, может, и покрупнее тебя будет. Он покрупнее. Он такой... Здоровый парень. И как они его тут будут запихивать? Поэтому я очень даже понимаю, что Тамара... Очень оживленная набережная сегодня. Прямо как летом. Видно, что много пожилых людей. Это, скорее всего, отдыхающие из санаториев. И местные. Много. А мы пойдем на сам берег моря? Да. Конечно, пойдем. Сейчас развернемся и пойдем. Сверху просто картинку снимем. Красивая здесь. Вон, как хорошо Витязева видно. И туда все. Чуть не до Благовещенки, слушай. Хорошо. Ладно, все. Ну, вот есть как-то лебедей. Я предпочитаю, что от самого моря они. Конечно. Иди, пожалуйста, со мной. Мне нравится. Хочешь посмотреть? Хочу. А Маша, наверное, не достанет? Или достанет? А внизу-то вон. А, подставка? Призыв. Призыв. Храм святого Ануфрия виден вот сквозь ветви деревьев. Кстати, в этом году в ночь с 31 декабря на 1 января во всех храмах Краснодарского края проводились ночные службы. Об этом вот было объявлено в воскресенье. И отец-настоятель храма Серафима Саровского, куда я постоянно хожу, сказал, что те, кто не смогут прийти на службу ночью, кто не может оставить своих родственников, а если семья настаивает, то, конечно, по-христиански это правильно, конечно, провести праздник со своими близкими. Но отец Александр в этом случае посоветовал, вы уж смотрите, умеренно употребляйте шампанское и постарайтесь не нарушить пост. Ну, не столько, я думаю, даже пищевой пост, сколько вот именно не совершить какой-нибудь дурной поступок, за который потом придется каяться. Ты двумя глазами, смотри, оба глаза идут. Оба глаза открывать. Как не получается? Так нечетко. Ну, одним попробуй как-то. Видно? Да. У меня там дальше два пятака только. У меня нет 10 рублей. Ой, это же вот красноцветные здания, красные, синие и желтые. Здорово. Я увидела эти синие, желтые и красные здания. Здорово, папа, там было здорово. Да? Отлично. В смысле, ты видела вот этот вот яхт-клуб, вот этот вот, да, то, что там? Далеко там все видно, намного выше, чем это. Ну, вообще, смотрят обычно вот туда вот. Угу. Идите его в Благовещенск, вот сюда. Ну что, пойдемте? Пойдем. Вниз, да? Пойдемте, конечно. Конечно, и на высокий хотелось бы, но я понимаю, что там сейчас тоже народу очень много. Ну, пойдем. Мы сейчас берегом моря и домой. Уже, да, через детский парк. Вот здесь, давай сразу спустим тебя, чтобы там музыку не хватало. Давай. Ну, папа, я начал свое новое хобби. Снимать это по мне. Угу. Угу. Несите меня, несите. Быстрее. Кстати, судя по количеству людей, которые вышли гулять, и у всех достаточно свежие лица, разговоры о пьющих россиянах несколько преувеличены. Поэтому многие вполне сознательно вышли из детей. Конечно. И дети вполне... Мама, можно я здесь вижу? Да, да. Я как раз этого ждала, когда мы сюда приехали. Мы когда, Маша, первый раз приехали на море... Иду не так, и так, и так. Подожди. Мы с Валькой вот сюда и пришли, потому что мы не знали, куда идти, где какие пляжи. И пришли вот именно на эти камни. Смотри, как стая. Стая, стая по воде. И мы даже здесь купались. Я, по-моему, здесь купался. Не знаю, как Валя, я сейчас не помню. Как вы тут купались, конечно, это вообще непонятно. Та-дам. Я не экстремалка, я бы вот на это посмотрела. У кого-то здесь даже пикничок. Почему бы и не пить? Хотя, в принципе, распить детство. Знаешь, вот этот молодец. Ну, почему вот это здесь? Это же... Нельзя до конца сделать. Еще одну ступеньку и нормально отсыпать. Ну, Наташа, тут, может быть, разрушила штормом, да. Не, ну, все равно, знаешь, не такой там был шторм, чтобы вот эти вот бетонные блоки таскать. Свежий такой ветерочек. А вот это вот, конечно, безвкусная вот эта вот аляповатость. Жуткая. Лин это? Да, это, конечно. Да, разукрашенная... Достойно. Статуя, это такое что-то карикатурное, мультяшное, диснейлендовское. Ну, вот, все, давайте. Ну, вот, друзья, мы у моря. Свежий ветерок в лицо. Прохладный ветерок. Люди пришли кормить птиц. Да. Не едят. Птицы не едят. Плавает много корок хлеба, а птицы не летят и не идут. А им и на озерах неплохо. Чего они сюда пойдут? Чего тут тело? Нынче тепло. Всякой живности на озерах хватало. Нужды. Сюда нужды нет. Лететь так уж. Вон, какая-то стайка лебедей, вот, видимо, прилетает. Стало прилетать. Но они эти все грибы не игнорировали. Тогда вот холод был, да, они тут, конечно, каждую крошку подбирали. Так, и кусочек. Все подбирали. Потому что озера замерзшие. Да. А люди, ой-ой-ой-ой. Люди стоят просто вот в хлебке. Да. Никому. Просто никуда. В никуда. В никуда. Просто в воду. Все, все. Весь берег хлебный. Пусть с рыбкой. Пусть с рыбкой. Давай чуть-чуть подальше. Хоча и там тоже. Мороз. Хочи сюда. Вон птичек. Снимем ваш. Вот тут блогеры тоже стоят. Максим и Наташа. Кому-то надоело прямая нибудь птичек нос. Нафиг. Угу. Вернули в боток. Надо, да. Вернули в боток. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Ну, конечно, лебеди больше всего приковывают внимание, и все стараются дать лебедям угощение. Ну, сейчас, в общем-то, они ни в какой поддержке не нуждаются, потому что живут они в плавнях Анапки, где водятся различные рыбки, другая живность, которой они и питаются. Вот, поэтому лебеди... Людям так, как и детьми, хочется с детям отвезти подарки. Я не устаю, что ты едешь с лагером. Все-таки я не хочу подвергать свои медиа опасности, очень злили. Я тоже. На, смотри, на, смотри. Мама уже вон впереди. Да, хорошо. Музыку надо будет? Нет? Ну, посмотрим. Если там будет слышен шум ветра, который будет мешать, в принципе, можно и с ветром, ничего страшного. Ну, в общем, как захочешь. Да, давай, догоняй. Продолжение следует... Лучше. Я так понимаю, но пляж надо ходить в трубах. Папа, ты будешь монтировать? Да, Маша, буду. Хорошо, что мы пошли так, потому что иначе бы на солнце идти было бы не очень правильно. Я думаю, что столько по народу. Мне подрожден снегом, но травка зеленеет. Солнышко блюстит. Ласточка в связь мою, что у меня там не летит. Травка, да? Травка зеленела. Опять? Это же Сима. А когда я еще живу? Где-то мы от этого выгорали. Кто-то купался. Или загорал. Ну вот, дорогие друзья, побывали мы сегодня с вами на море. 1 января. Замечательная погода. И в такую погоду, конечно, всегда хочется погулять, не упускать момент. Потому что последние недели перед Новым годом, конечно, были дождливые, ветреные, пасмурные. И на сегодня, вот, пожалуйста, как по заказу, такой подарок. Пони. Вот еще я сейчас увижу пони. Фотосессии проходят. Ну, мы еще сегодня планируем в детский парк покормить лошадок и ослов, которые там обычно пасутся. Мы взяли с собой морковку. Поэтому продолжение этой трансляции будет позже. А те, кто смотрел эту трансляцию, не забудьте поставить свои лайки. Подписаться на канал, кто зашел в него впервые. Ну и не забывайте смотреть мои старые видео, мои плейлисты. И до следующих встреч, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок